Дачное карате Вот так, немножко размялись Но больше сегодня об оружии подарили мне большой ножик Шашка называется Шашка это большой нож Поменьше метра, обычно сантиметров 60 Очень небольшой изгиб Нет гарды никакой Вот это шашка Многие любят смотреть, как шашкой манипулируют Да, все это очень красиво и интересно Но вообще-то шашка это режущее Режущее, не рубящее, а режущее И колющее оружие Скажем, в войнах 19 века По ранжиру, сабли даже, те, которые были на вооружении Преимущественно были колющим оружием Многим кажется, что вот рубили так Рубили с протягом Чтобы разрезать А не просто провалить Это средневековый меч Как раз для того, чтобы провалить как следует Вот средневековый меч Он служит для того, чтобы проломить доспехи тяжелые Ну или его и точить-то не надо Только остриен, когда за незаточенную часть платной перчатки брались И пробивали на короткой дистанции Ну а не такая уж короткая Тут рукой так не дотянешься Даже с кинжалом Ну вот Нормально Очень хорошо, очень точно можно попасть Срубанул сначала, потом И яблоком выдвинул Так Да, или вот острой частью Ударил яблоком Тяжелый удар Ну если это же в битве получается Раз Здесь кто-то Раз Резанул Здесь Бам И добил кого-то Ну это такой глушащий удар Вот у меня другой меч Это даже лучше Ухватистей так Удобнее Размахнуться Но он медленный Медленный Нажажка коротенькая Она очень быстрая Да И тычок хороший Ну вот это самое Эффективное Я думаю Вот выходят И там Нет Удар Либо вот удар у меня прямой Он соскальзывая Прорезает дальше Либо режущий На себя То есть удар Колющий Он одновременно Прорезь туда И Если Это на себя На себя Ну На себя Хорошо Все хорошо На себя Но когда Ты делаешь удар Противник Отбивает Причем Чем ближе от себя Тем эффективнее Отбивание Поэтому иногда В фильмах Показывают Когда Ударили И сблизились Сблизились до того Что можно Даже рукой ударить И каждый Давит свое Почему? Сбросил И На этом Бой закончился Вот Ну тяжело сбросить Тяжело сбросить В коротком расстоянии Ну можно Отбросил сюда И протянул Поэтому Когда Сшибаются Вот Рубка идет Встретился Клинок Если Ты его Смог То есть Если ты его Встретил Поближе К рукояти То ты его Отбросил И порезал Вот Или Отбросил И дальше Порезал Вот этой Частью Конечно Раз Два Вот А вот это все Раз Два Три Вот эти широкие движения Они конечно красиво Особенно когда дамы делают это Вот здесь вот такое упражнение Снизу Раз Вверху Два Диагональ Два И Диагональ И снова Ну и так далее Вот Ну такой Здесь буква Зю Зет Да То есть Снизу Для чего вот этот удар Вот такой вывернутый рукой Ну казалось бы Ну во первых Да По Удар снизу Почему тогда не так А вывернуть тяжело Вот так Снизу Ударить сверху так хорошо А снизу Вывернутой рукой Невозможно Поэтому снизу Удар идет Разворотом клинка К себе Тыльной стороной Ладони Вот так Потом Сражение конное Я по отношению К противнику Полубоком Или даже боком Или даже сзади Когда он проскакивает Мем меня На лошади Я здесь Да Там отбил Он уже сзади Бьет Я отбиваю Или сам Ударил Отбил назад Да А вот вывернуть Ударил И как тут Еще надо Рук вывернуть Наоборот Если надо Подставить Очень трудно Поэтому Резанул Отбил То есть Вот в этой В этой части Другая сторона Да Вот с другой стороны Пожалуйста Здесь никак не развернешься Здесь противник То есть в этом секторе Отбиваю Отбиваю Провожаю Да Или рублю Рублю Ну как бы лошадь Не зарубить Да Рубанул 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 Да Встретил 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 Отсюда Встретил В общем Очень мне нравится Этот клинок Очень быстрый И вот Быстрое движение То есть Длинный нож Если его в два раза То будет такой Уменьшить Такой тесачок будет Вот Но Эта Шашка Конечно Такое же Совершенное оружие Наверное Как и Самурайская катана Только Это как раз На лошади Одна рука Должна быть свободной Надо узду держать Вот Тут двумя руками Не схватишься У катаны Совсем Другая планита Вот Да Тоже очень быстрые Движения Особенно двумя руками Тоже отбил Отбил Прорубил Ну в общем-то Движения Одни и те же Уход Да Отбил Отбивая Наносим Все равно удар Отбивая Прорезаем Отбиваем Где бы ни отбили Следующий удар Может быть Режущий Или отбивающий Снова И режущий Все близко от себя Чтобы рычаг был Самый короткий Вот Потому что если Основанием ударят Вот этой части То пробьют Тут проломят туда Все равно Тут достаточно Хотя бы чуть-чуть Приложиться А если ты в доспехах То ты медленный У тебя просто Между пластинами Воткнут И на этом все И на этом все закончится А теперь немного Об оружии Древнем К сожалению Полного комплекта Этого оружия Пока не получил Хотя заказал В том числе панцирь Ну придет время Когда Для меня Почтовое управление Дойдет Я его покажу Вот С чего Начинается вооружение С копья Загадочка есть Почему Ну вот Я подобрал Для меня Древко копья Вот плотно Входит в руку Так чтобы Большой палец Перекрывался С указательным Тогда у меня Есть Возможность Усилия Приложить И так далее Тоньше Можно Толще нельзя Тоньше Хуже Будет захват Вот такой захват Ну кажется По крайней мере Оптимальным То есть Практически Полностью Закрытый кулак А на рисунках Которые Мы видим На греческой Вазописи Нет ничего Подобного Там Тоненькие Тоненькие Прямо стебелечки Откуда эти стебелечки Ну скажем Десятитысячная армия Идет с одной стороны Десятитысячная С другой Это целый лес Надо извести И где такие Вот Ровные Выстрогать Ломаются Естественно Они Если это Дерево Вот У меня возникло Подозрение Может быть Их Все-таки Из бронзы Делали Тонковые бронзы Из тонкой бронзы Тонко Тонкий Такой пруток Вот И да И гнется Конечно Гнется Если погнулось Заново Отлили Бронза Хорошо Перерабатывается Вот И Поэтому Поэтому С мечами Ходили Копьё Обязательно Сломается В процессе Битвы Погнется Или Сломается Может быть Кто-то Делал Деревянный Может быть Кто-то Бронзовый Но бронзовый Можно сделать Идеально Ровный Поэтому И удар Будет Идеальный Я Я Наконечник Наконечник Нашел Но Наконечник Как-то У меня Будет В конце Концов Я Взял Трубку Пластиковую Для того Чтобы было Удобнее И для того Чтобы она Меньше Была Подвержена Разным Воздействиям И Как-то Можно Манипулировать Да Ударил В общем-то Сюда Насаживался Элементарный Нож То есть Взять Кухонный Нож Сюда Воткнуть Копье Единственное Что Кухонный Нож Отцентрирован Не так Под Одностороннюю Заточку Здесь Нужна Двусторонняя Ну Как-то В общем Здесь Должен Кинжал Двусторонний Кинжал Не более того Кинжал Привязанный К древку Или туда В расщепленную Часть Как если это Дерево Расщепляли Всовывали Стягивали В общем Ничего Особенного Или трубка Поверх Одевалась Трубка Заранее Делалась Ну Более сложный Конечно Более сложный Инструмент Ну Я думаю Что когда Более-менее Уже массовые Армии Были Тогда Тогда Конечно Древко Делали Самое Примитивное Никакой там Трубки Не отливает Слишком Слишком Сложно Дорого Просто Обычный нож Самый Самого Такого Примитивного Металла Ну Это можно сказать На одну битву На один раз А может быть Даже На один-два Удара А потом Придется Работать Мечом С мечами У меня Не все В порядке Потому что Не пропускает Наши таможни Они считают Оружие Боже ты мой Реплика Древнегреческого Меча Это Это оружие Нельзя Нельзя Сами Не делают Ну У нас есть Мастера Которые могут Сделать Только это Будет стоить В два В три раза Дороже Даже без пересылки Там Пересылка Вот я получил Из Польши Вот такой Меч Он называется В продаже Меч Александра Ну на самом деле Это Фракийская Махайра Александр Великий Возможно Использовал Очень тяжелая Очень тяжелая Скорее всего Только для всадника И чтобы уж Рубанул один раз И здесь Вот эта Форма его Довольно хитрая То есть если удар Попадает Выше Вот этой выпуклости То он Все равно Наталкиваясь на препятствия Он режет Ниже Он тоже режет То есть Неустойчивое Если попадает На что-то твердое Неустойчивое Положение клинка И он протягивается В одну Либо в другую сторону То есть автоматом Или Получается Режущее движение В любом случае Если ты попадаешь Где-то вот Близко к Рубящей часть То есть вот этой части Которая является основной Но я не стал Затачивать Мне это не нужно Я никого Пополам рубить Не собираюсь Но в принципе Должно быть Заточено Вот Но мне Этот Меч достался Прошел таможен Только потому Что он не заточен И специально В нем Было Написано В инструкции Что не является оружием Не заточен И не предназначен Для заточки Заточить можно Тяжелый Два килограмма Этим не поразмахиваешь Ну то есть Если размахнулся Один раз ударил Все Поднять его Тяжело Вот это Не шашка Шашка там Не знаю Восемьсот грамм Может шестьсот даже А это уж Прямо Если уж Рубить То рубить Но если Кто с шашечкой Пойдет То только Колющие удары Потому что Рубящая Шашка Не остановит Такой мощности Не остановит Никак Поэтому Очень быстро Надо перемещаться От такого Удара Надо Уходить Может быть Подставлять Чтобы соскальзывало Вот Это Не Не оборонитель Здесь Оборонительную Функцию Вот Такого меча Очень трудно Трудно Организовать Потому что Он сам по себе Тяжелый Если чем-то еще По нему попасть То из руки Вывалится Если промахнешься Тоже Или там Бункнешь Обо что-нибудь Очень сильно То удержать Очень тяжело Хотя Рукоять В общем Такая Ухватистая Вот С таким вот То ли тигром То ли львом Непонятно На рукояти Ну Можно так вот Поработать с ним Конечно Для Развития А потом Берешь Легкую Шашечку И Все быстро Получается Заказывал я За рубежом Греческий Копис Ну вот Вот такой формы Ну это Это Имитация Поэтому Ячер Она стоит Ровно столько же Сколько Настоящая Это имитация Резиновая Можно себе По руке Постучать Ну в принципе Поединки Можно вести Довольно легкая То есть Даже легче Чем шашка Ну вот Для детских Поединков Но если попадет Так будет крепко То есть Надо одевать Что-то на голову Но прежде чем Надевать что-то на голову Кроме меча Что ты вышел С мечом Вот И бей меня В любую часть А я тебя Нет Такого Не было естественно Все начинается Конечно С копья И щита Щит прислали мне Огромный Хотя и слегка Помятый 8 килограмм Весом Вот Все в нем Неправильно было Поэтому Деньги мне вернули За все неправильное А щит остался Тяжелый До невозможности Как с ним Вот так подумаешь Как ты с ним Будешь управляться В бою Во-первых Тебе надо Плечо подставить То есть Он должен быть Так организован Чтобы ты Плечом Упирался Ведь Если сталкиваются Фаланги То Преимущественно Имеет тот Кто столкнул Противника Противник Сделал шаг Назад Он уже не может Упереться Так как Упрешься ты Нанося Удар Копьем Или Рубящий удар Мечом Вот То есть Этот Щит Сделан Не Человеком Который Конечно Не знают Например Что здесь Должна быть Не буква Буква Лямбда Вот так Он должен быть Вот так Лакония Лакония Общая земля Но щит Именно вот Такого размера Я нашел Единственный По сети Искал Размера 90 Диаметр 90 см Я нашел единственный Все по 60 Считают Что это нормально Нет Братцы мои Щит Должен защищать Бедро Иначе Надо Защиту На бедро Ставить Есть На голени Есть Понош Так называемая Вот Или там У всадников Там До колена У пехотинцев Ниже колена Вот И там Защита Скорее Не от удара Мечом Потому что Меч снесет И ничего От ноги Не останется А скорее Вот Таких Скользящих Ударов Копьем Или стрелой Но бедро Надо защищать Поэтому От плеча До колена От плеча До колена Ну Были Более приземистые Люди Там Метра 83 Наверное Грики Были Поменьше Ростом Поэтому Поэтому Им 90 сантиметров Хватало Я видел Щит Спартанский Щит В Афинах Есть такая Пестрая Стоя На Агоре На Афинской Агоре И Она восстановлена Как музей И на этом месте Висели Как раз Щиты Одна из Немногих побед Афинин Над Спартанцами И Вот Она Была Отмечена Тем Что Несколько Спартанских Щитов В этой Пестрой Стое Висели Пестрая Расписная Там По разному Называют В общем Там Картины Висели Среди Картины Висели Щиты И вот Один Из Щитов Найден Он там Висит Бронзовый Щит Вот такого Размера Вот такого Никаких 60 сантиметров Это ерунда Вот 90 Сантиметров Упереться По технике Боя По технике Боя Вот Вот так Стоит Фаланга Щит На щит Наложены Чтобы бить Копьем Прямо в щит Сюда Какой смысл Бить В голову Там Есть Шлем Да Вот И чуть Приподнял Щит И все Опять попало В щит Но можно Продавить Если мощное Если Если противник Не упирается Плечом Если у него Нет Прочной Стойки То можно Продавить И вверху И вниз И сбоку Но сбоку Проще Скорее всего Скорее всего Поэтому удар Наносится Не в того Воина Который Впереди Тебя А Между щитами Хоп Вбок Тому Кто стоит Вот я стою У меня Противник там И у меня Левая Левая часть Тела Меньше Защищена Если Просунуть Копьем Как раз И войдет То есть Если Замешкается Мой сосед По фаланге То как раз Под щит Мне и попадет Другой вариант Другой вариант Это удар Сверху Если я вот так Стою И противник Запустил Мне каким образом Не знаю Сверху Как можно Выше Поднял Острее То он Сверху Сверху Не Не протолкнул Сверху Сверху И не уничтожил Меня То есть Это вот Две техники Копьем Между И обратным Хватом Ну естественно Меняем Поэтому Я думаю Что Высоко Было умение Одной рукой Перехватывать Я даже Не смогу Так сделать Как Перехватывали Для того Чтобы нанести Удар Сверху А потом Какой же Удар Возможно В фаланге Были Разные Функции Была Функция Тех Кто стоял Впереди И бил Удар Сверху Короткий Удар Надо только Зацепиться За щит Противника Зацепиться И туда Изблизившись С ним За щит Нанести Продавливающее Движение Острым Копьем И те Кто стоял Во второй Во второй Фаланге Во втором ряду Там Несколько рядов Там 6 8 30 Могло быть Вот В особенно Коропролитных Битвах Или если Надо было С разбегу Там снести Вот Ну вот Эта Глубокая фаланга Она не то чтобы Она так Сильнее Она просто Сносит Вот эта вот Коробочка такая Плотная Сносит Фалангу Противника И расстраивает Ее И тогда уже Этот С этим щитом Вообще Невозможно Тебя просто Обойдут Легкая пехота Тебя засыплет Камнями И дротиками И все Ничего ты не сможешь Сделать То есть этот щит Поэтому и бросали Не потому что Трусами были А потому что Обороняться невозможно С тяжеленным С тяжеленным таким щитом И еще важно Что Конечно же Его носили На петле На шее Если ты стоишь В фаланге Там не знаю Час-два И ждешь Начала битвы Ты просто Не выдержишь Столько То есть его Снимали Ставили А перед Началом движения Одевали Эту петлю На шею И по другому Это у меня 8, где-то 8,5 килограмм Щит А если он 20 килограмм Считается Что до 20 килограмм Щит был И потом У меня тут Метал современный А там была Бронза Бронзу Делали довольно толстый Тяжелый инструмент Одна фаланга Сверху бьет Другая Из второго ряда Пробивает Вот этот косой удар Или прямой удар Например По договоренности Делает Например Одна фаланга Делает удар в голову А вторая удар в голень И когда Первый ряд Противника Поднимает щиты Чтобы защититься Защитить голову То Ему из второго ряда Более длинным копьем Пропихивают Удар прямо в бедро Вот такова Такова тактика Такова тактика Но это еще не все А именно Есть вопрос О шлеме Каринский шлем Закрытый Бывало С открытым лицом Но это Закрытый шлем Ну Во-первых Что можно сказать Что форма Близка к идеальной То есть Здесь Все округлое И любой удар Должен соскакивать Поэтому Всякие Вот когда вы смотрите Какие-нибудь фэнтези Там с какими-то выступами Ну ударили по выступу И у тебя все Все перекосило И Сражаться в таком В таком Шлеме Просто невозможно Второй момент Конечно Подшлемник Конечно Сюда подсовывали И Длинные волосы У Спартанцев И вообще Просто у древних греков Были нормой Потому что Они создавали Шапку И Следующий Разговор О том Что В фаланге Что-то такое Я не видел И я смотрел Только вперед Это полная ерунда Я вижу Вот я могу сказать Что Вот я Как я вижу Вот В 180 градусов Я элементарно вижу Как я Без шлема Вижу Так и в шлеме Никаких Ограничений У меня Тем более Что я еще Все-таки могу И головой Поворачивать В чем Недостаток Этого шлема Он Слишком высоко Сидит То есть На самом деле Для того Чтобы центр тяжести Остался на месте Чтобы голова Так вот Не болталась Ну понятно Что здесь Были завязки Какие-то Все ясно Центр тяжести Должен быть Может даже Пониже Чем У моей Собственной Головы Поэтому Нижняя часть Должна быть Тяжелой И она Скорее всего Ниже Опускалась Чем Вот У Этой Реплики Хотя По форме Вот Еще скажу Часто изображают Стратегов Вот так Вот так Вот Они как бы Смотрят Туда-сюда То есть У них Либо Ремешок Такой Специальный Который Не позволяет Держать Шлем На голове Обозреть Там все Вокруг Ну и вообще-то И жарко И тяжело Его нести Приподнял Посмотрел Там Где что У нас Где армия Отдал распоряжение Снова Одел В основном Чтобы стрелы Не прилетели Издалека Потому что От копья Стрела Камень Там и так далее От копья Наверное трудно То есть Наоборот Если копье Попадет В глазницу То оно Уж там И останется Вот Поэтому щит Закрывает Вот только-только Что Только-только Что видно Как амбразура Такая Вот В нее Смотришь И если Ты видишь Что бьют Тебе по глазам Поднимаешь щит Или отклоняешься Поднимаешь щит Вот Отклонился И нанес удар Вот Вот Такой вот Шлем Мне он Честно говоря Не очень нравится Тем Что он Болтается На голове Вот если Вот так вот Сделать Болтается Но Если ремешок Затянуть Получше Болтаться Уже не будет Вот Но Ну Туда На голове На голове Ничего Смотрели Смотрели Удар Ногами Когда подходил Вплотно К противнику Удар В нижнюю часть В нижнюю часть Щита Удар Щит Начинает Колебаться Туда Засунули Копье И закололи Противника Ударили И Там Верхним Сверху Сверху Закололи Вот Еще Конечно По технике Интересно Было бы Подумать Как Как техника Реализовывалась Вот В шлеме С огромным щитом И так далее То что нам Показывают В фильмах Это конечно Полная чепуха Вот Там всякие Такие Пластилиновые Противники Как Рубанули У него нога летит Неизвестно Куда Как будет Действительно Из пластилина Сделано И щитка Будет И такой Совсем Легкий И можно Вот так Манипулировать Хотя Может быть Были Манипуляции Вот он На шее Висит И крутануть Его И подставить Щит Спину Защищенную Щитом Вполне Могли быть Такие Обороты Уже Для индивидуального Боя Когда Фаланга Рассыпалась Но основа Все решается Буквально В какие-то Секунды Вот Фаланга С фалангой Схлестывают Все решается В секунды И Много Примеров тому Есть Там Из современных Коллективных Драк Там Всякие Видеоролики Показывают Ну Несомненно Именно так И было Все решается В первые Секунды Столкнули Все Дальше Уже Преследование Если Фаланга Рассыпалась Даже Фрагмент Фаланги Там Из пяти Человек Он Куда Более Мощный Чем Рассыпанная Толпа Он Просто Как Бульдозер Сметает Всех Подряд Вот И Фаланга Она Предназначена Не только Для того Чтобы Хорошо Защищаться Такая Череда Щитов Но И от Того Чтобы Была Наиболее Высокая Плотность Ударов То есть Люди Должны Стоять Очень Плотно И Количество Ударов На Единицу Длины Фаланги Должно Чем Больше Тем Лучше Поэтому Полубоком Не грудью Иду Конечно Полубоком И щиты Один на Один Наложены И может быть Действительно Не Гребеночки Так Один 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 А Два Щита Между Ними Еще Один То есть Здесь По-разному Могли Строиться К сожалению У нас Ни источники Ни археология Не дают И вазопись Тоже Нам Особенно Не дает Никакой информации О том Как была устроена Древнегреческая Фаланга То что я говорю Разные Наборы Наверняка Они были И варьировали Все таки Это было искусство Войны И здесь Никаких Тайн Не должно было быть Ни у полководцев Ни у воинов И конечно Специально Учили Коллективным действием И индивидуальные схватки И коллективному бою Ну на этом Заканчиваем Слава Руси Господи Спаси Дачное карате Занимайтесь спортом Занимайтесь боевыми искусствами Защищайте Родину